Здравствуйте! В эфире программа «Деловой разговор» и в студии сегодня Наталья Каршева и я, Евгений Плохотин. Сегодня говорим о стрессе, точнее, как его побороть. Да, неделя, хотя и выдалась нерабочей, так вот внезапно. Понятно, что многих это, скажем так, немножечко напрягло, потому что, ну, если объявляют такой уж карантин, по сути, значит, есть чего бояться. Вот сегодня у нас такой вопрос вообще, как побороть свой страх и кто нам в этом поможет. У нас в гостях сегодня Юрий Георгиевич Гребельников, врач-психотерапевт. Здравствуйте! Здравствуйте! Юрий Георгиевич, все-таки, вот стресс-то, это что такое вообще? И есть ли сегодня вот в обществе такое вот нервное напряжение? Стресс или общий адаптационный синдром – это реакция организма на различные раздражители. Информационные, биологические, механические, физические и так далее. И у стресса есть положительные моменты. Один из положительных моментов, что он мобилизует организм для ответной реакции. Например, убежать от бандита быстрее. Позволяет стресс. Например, побороться с ним и победить позволяет стрессовая реакция. Но если стресс тянется долго, то он может наступить истощение, и человек заболеет болезнями стресса. И это может быть расстройство сна, это может быть такие психосоматические заболения. Ну, довольно много болезней, связанных со стрессом. Поэтому, учитывая то, что сейчас очень большая информационная нагрузка, уровень информационного стресса увеличился, вероятность, что некоторые люди смогут не выдержать этой нагрузки, она возрастает. И я бы хотел предложить им некоторые приемы для того, чтобы они могли управлять. То есть, все-таки стрессом управлять можно и нужно? Нужно, да. Нужно научиться этому. Можно этому научиться. Это навык. Получается, по жизни нас чаще учат напрягаться. Напрягаться, преодолевая стрессы. А нас нигде не учат отдыхать, расслабляться. Не в детском саду, не в школе, не в институте. Все время надо напрягаться, напрягаться. А если тебя поставили в такие ситуации, ты должен сидеть дома, должен слушать информационные каналы о том, что люди умирают, и вероятность, что у нас разовьется такое общественное состояние болезненное, высокое. То есть, человек, привыкший напрягаться, он так напряжется, что потеряет свои резервы и заболеет. То есть, в четырех станах все будет еще хуже, да? Да. Особенно это тяжело будут переживать пожилые люди. Потому что у них резервы адаптации снижены, у них уже есть определенные стереотипы. Например, некоторые привыкли гулять вечером, а тут нельзя выходить. Например, кто-то привык ходить по магазинам, а тут нельзя ходить. И для молодых, может быть, это и незначимо, а для пожилых это может быть очень незначимо. И они могут почувствовать себя запертыми в клетке. И они будут об этом переживать, у них поднимется давление, напрягаются сосуды, и какая-то болячка может возникнуть. Ну вот смотрите, сегодня тех, кто соблюдает рекомендации, вот в части по пункту самоизоляции, да? Ну, таких немного. Но у нас же другой источник стресса, это действительно новости про Италию, про Испанию, про Китай, про все, что можно. Можно ли избавиться от стресса, просто исключив этот источник? Ну, не смотреть эти новости, смотреть Санта-Барбару. Да, да. Как вариант, вполне, вполне. Проигнорировать то, что это идет, включить другие передачи, это не смотреть. Но у тревожных людей такой вариант не пройдет. Они будут думать, что надо быть в курсе событий. У людей с чувствительной нервной системой рекомендация, что да вы не смотрите, наверное, не получится. Поэтому они будут смотреть, и они больше всего будут страдать. Также больше всего будут страдать такие типы людей слабые, малоподвижные и, как еще называют, меланхолики. Пассивные. Да. Более устойчивым стрессом, на определенном этапе стресса, на начальном флегматике. Я выживу. Вот, чтобы их раскачать, надо столько им информации дать, много. Меланхолики уже не справятся с этим и заболеют. А флегматики только начнут чесаться. Где-то в серединке находятся сангвийники. Они вовремя информацию обработают. Маски, может быть, купят или еще какие-то приемы будут использовать. А холерики, они сильные, подвижные, но не уравновешенные. Только они узнали, что где-то там случилось, они сразу поднимут, пожар, раздавая, что вот что случилось. Они сегодня это сделают и завтра это сделают. И послезавтра у них это может даже меняться информация. И они все время будут на виду, все время активны. Слушайте, а ведь еще есть такой типаж, ну вот я имею в виду сейчас не разбивку по темпераментам, да? А есть люди, которые, ну вот знаете, такое ощущение, что прям падальщики на этой теме друг к другу. То, что называется фейковые сообщения, да? Всякие выдумки, всякие мифы раскидывают в соцсетях, в мессенджерах. А вы знаете, виски уже сотни заболевших просто скрывают. А у нас соседка уже умерла и прочее. Вот это что за люди? Что это за типаж такой? Я думаю, что это тревожные люди. То есть они так снимают стресс? Да. У них стрессовое состояние есть. И чтобы от него избавиться, они это его передают другим. Вот так. Если стресс внешний, от него можно загородиться. Вот если у ребенка страхи какие-то, он боится, что там бабай какой-то. Он может под идеалы залезть, если это внешний стресс. А если он внутри страх? Если внутри, его наоборот надо выпустить. Выпустить, рассказать кому-то о своих страхах, написать о своих страхах. Детям я рекомендую, родителям их, рекомендую, чтобы ребенок нарисовал свои страхи. Он выпустит страхи. А потом с этими страхами можно уже поработать. Можно их разорвать на мелкие кусочки и выбросить в мусорницу. Можно их сжечь. И ему станет лучше. И тревожный человек, когда его переполняет тревога, он начинает рассказывать другим. Чем больше расскажет, тем лучше. Ему лучше становится. За счет окружающих. Да, тем-то хуже может быть. Но зато флейматики начнут чесаться. А вот, допустим, на примере коронавируса можно по типу определить, кто скупает маски и кто даже не ходит в аптеку? Ну, чаще всего тревожные. Тревожные, в первую очередь. Они только узнали, что что-то приближается, они сразу пошли в аптеку и... Это холерики. Что еще можно купить? Нет, это тревожные люди. Но они не обязательно холерики. Среди холериков может быть тревожные. Среди всех могут быть такие. Но по типу подвижности нервной системы это может быть и холерики, это могут быть меланхолики, это могут быть сангвиники. В меньшей степени флегматики. Хорошо. Стресс вы заработали, ну, либо нам помогли его заработать. Соседи, окружающие, телевидение в Небиске. Конечно, бороться-то как? Есть несколько способов. Если мы посмотрим на человека, вот просто взглянем и можем как-то уже сориентироваться, он в стрессе или нет. Как мы обычно... Ну, вот встретились в первый раз, мы оцениваем, в каком состоянии человек. Мы оцениваем по напряжению или по расслаблению мышц. Если бы мы увидели, что человек вот так сидит, мы подумали, что он точно в стрессе. А если мы увидели, что он сидит так, мы подумали, что это очень не в стрессе. У него расслабленно такой идет. Поэтому можно управлять своим эмоциональным состоянием, и в том числе и стрессовым состоянием, напрягая или расслабляя мышцы. Если мы возьмем, например, здоровых мужчин, 10 человек, и скажем им, ну что, мужики, вечерком сегодня расслабимся, 9 из них уже знают, какой он предложит вариант. А, кстати, рабочий вариант или нет? Накроют поляну. Да. Вариант рабочий. Некоторые считают, что алкоголь – это средство бытового дистрессирования. И в небольших дозах он снимет напряжение с мышц и улучшит настроение, но трудно эту дозу маленькую удержать. Большая доза подействует еще хуже и может уже сама привести к белой горячке. Поэтому рекомендовать алкоголь как способ дистрессирования можно людям, которые очень устойчивы к нему. Я предлагаю искать другие способы. Сходить в баню, там пробежаться. Какие бани? Там коронавирус. Ну вот дома, ванну принять ароматическую, просто ванну теплую, добавить туда масло мяты успокаивающее, эвкалипта, ну, кому какое нравится. Слушайте, в последнее время очень актуальным стал такой способ расслабления не только вообще до пандемии – караоке. Как вы относитесь? Снимает стресс? Да. Вот Алинистарш поет? Да. Есть целое направление музыкотерапии. Она может быть активной, когда человек сам поет, сам играет. Может быть пассивной, когда он слушает музыку. И во многих странах есть даже музыкальные фармакопии. Есть американская музыкальная фармакопия, есть немецкая музыкальная фармакопия. У нас тоже исследования проводились на эту тему. И я несколько лет использовал музыку для укрепления нервной системы. Эта музыка рекомендована министрам для применения в лечебных учреждениях. Я в центральной городской больнице в инсультном отделении каждый день использовал эту музыку. А простые прогулки на свежем воздухе, в лес, там, бы, за реку, где-нибудь вдоль речки пройтись? Это как, спатривает нас? Да, конечно. Конечно. Прогулка, свежий воздух, меняется визуальный ряд, движение. Это очень хорошо. А вот на природе на что лучше обращать внимание? Там долго смотреть на воду, как колыхаются деревья на ветру. То, что привлекает, на то и смотреть. Костер горит на костер, приятно смотреть. Что нравится. Да, вода течет, на воду смотреть. Когда смотрит человек, он же о чем-то еще размышляет. Есть так способ еще медитации, как способ управления стрессом. Думать о чем-то позитивном. Ну, так, можно сказать, о светлом, добром, вечном. Смотришь на костер или на воду, или на то, как облака плывут по небу, и думаешь о чем-то хорошем. Важным условием является позитивный настрой. Неважно, на что смотреть, лишь бы позитивно было. Подождите, а его можно включить автоматически, по желанию? Позитивный настрой? Ну, нас с детства как-то приучают отличать плохое от хорошего. И приучают как-то реагировать на плохое, на хорошее. У некоторых формируется даже такой, можно сказать, оптимизм. У него характер такой оптимистичный. Он на все смотрит, то есть ему радуется. У кого-то формируется пессимизм. Все плохо, и это плохо, и это плохо. Можно пессимистов сделать оптимистами, да? Это так? Да. Ученые говорят, что можно. Такой исследователь, знаменитый Мартин Селимман. Он сам был очень пессимистом, депрессивным таким. Он даже автор теории возникновения депрессии. Он больше 30 лет занимался изучением, как возникает депрессия. Но он сам от этого устал. И его близкие устали от того, что все время депрессии. И его родные устали. И он стал изучать, как перестроить это. Как перестроить депрессивное отношение в оптимистическое. И стало получаться. Он об этом пишет в книгах. Тесты рекомендует. Он описывает, как у него изменится, как у его друзей, как у его читателей изменится. Пессимист за это скажет спасибо. Вдруг ему там вот в своей депрессии было хорошо, а тут вот неуютно. У вас у радостных. Может и так. Крайний пессимизм плох. И крайний оптимизм плох для реальности. Для реальности лучше быть реалистом. Ну, например, все же знают, что мы умрем. Когда-то. Куда деваться? Ну, вот оптимисты. Не без этого. А пессимисты, да вы что? Иногда ко мне приходят. Довольно часто приходят люди с паническими атаками. И одно из проявлений панических атаках – страх смерти. И они рассказывают о том, как они боятся умереть. Ну, когда это можно сделать, я так иногда и шучу. Говорю, знаете, я вряд ли вас могу, наверное, успокоить, вы все равно умрете. Как? Пессимисты – это прям… А нам загиб шла, получается, да? Но я их спешу успокоить. Лет через 50-60. Они – Юрий Георгиевич, ну вы сказали… Ну, я говорю, что я вообще бессмертных не консультирую. Скорее всего, умрете просто… Зачем каждый день об этом думать? Ну, когда-то умрем, тогда и подумайте, может быть, поближе к этому сроку. А сейчас-то зачем, еще рано. Вы сейчас подумайте о жизни. А вот весна как-то сказывается на этом стрессе? Плюс у нас весна и коронавирус. Да. Это же такие два… Ну, давно замечено, что смена ритмов, она вызывает стресс. Кто-то это легче переносит, ну, стресс. Кто-то тяжелее, в том числе и смену ритмов. Ритм солнечной активности меняется весной. Кому-то это хорошо, и они радуются, а кому-то вызывает обострение. Обострение хронических болячек, не только психических, а и соматических, и язвы желудка обостряются, и гипертонии чаще, кризы. То есть весеннее обострение – это не какая-то там шутка? Нет. Это реальность. С чем она связана? С тем, что меняется световой поток, меняется влажность, меняются другие ритмы. Из-за чего все это происходит? Вот живу, живу, зиму, все хорошо, наступила весна, бац, и крыша поехала. Что щелкнуло-то? Это в организме или я что-то напридумывал? Ну, может быть, и то, и другое. В организме что-то происходит, ты можешь какое-то время не замечать этого вообще, а потом вдруг заметил наконец-то и напридумывал. Иногда так напридумывал, что до врача приходится этих врачов для того, чтобы разобраться, что же это происходит. Давайте сейчас еще от теории к практике перейдем. И какое-то упражнение, как побороть стресс? Так как стресс протекает через нервную систему, у нервной системы, есть автономная нервная система, два отдела – симпатический и парасимпатический. При стрессе активируется симпатический отдел. Чтобы уменьшить его влияние, надо активировать парасимпатический. А как мы это можем сделать с помощью дыхания? Например, если мы удлиним выдох, то это активирует парасимпатический отдел. Как это будет выглядеть? Короткий вдох и удлиненный выдох. Ну, так я рекомендую даже так мысленно произносить. Я успокаиваюсь. Юрий Георгиевич, спасибо вам большое. Это была программа «Деловой разговор». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова